Титановый спинорог, гигантский спинорог или усатый спинорог, латинская balistoides veridiscens, крупный вид спинорогов, обитающий в лагунах и у рифов на глубине до 50 метров в большей части Индо-Тихоокеанского региона, хотя на Гавайях он отсутствует. При длине до 75 сантиметров это самый крупный вид спинорогов в своем ареале. Хотя каменный спинорог, латинская псудоболиста сноуфраджиум, из восточной части Тихого океана, по размерам крупнее. Титановый спинорог ведет дневной образ жизни и живет в одиночку. Питается морскими ежами, моллюсками, ракообразными, трубчатыми червями и кораллами. Он находит пищу, переворачивая камни и перемешивая песок. Вокруг него часто можно увидеть другие более мелкие виды рыб, поскольку они питаются детритом и различными организмами, которые поднимаются на поверхность. Было замечено, что титановые спинороги проявляют агрессию по отношению к другим рыбам, которые заходят на их территорию. Хотя титановые спинороги обычно с опаской относятся к дайверам и ныряльщикам с маской и трубкой, их самки могут проявлять территориальную агрессивность, защищая свои гнезда во время сезона размножения, который длится около недели в каждый месяц. Гнездо расположено на плоской песчаной площадке и энергично защищается от любых вторжений. Территория вокруг гнезда имеет форму конуса, и дайверы, случайно забредшие на нее, могут подвергнуться нападению. Хоть укусы этой рыбы и не ядовиты, но крепкие зубы могут нанести серьезные травмы, которые могут потребовать медицинской помощи. Не приближайтесь к гнезду спинорога. Укусы этих рыб крайне болезненны, чаще всего они пытаются прокусить ласты, так как это самое яркое пятно в экипировке дайвера, но бывали случаи, когда аквалангист лишался части уха. Крупная верхняя челюсть вмещает два ряда зубов, четыре пары зубов во внешнем ряду, три пары во внутреннем, а в нижней челюсти один ряд из трех пар зубов. Такие мощные челюсти связаны, конечно, с питанием. Его основу составляют моллюски и коралловые полипы, защитные покровы которых крайне сложно преодолеть. Но зубы спинорога легко справляются с раковинами и скелетом кораллов, после чего он высасывает мягкотелую добычу из убежища. Также титан любит полакомиться иглокожими. Например, чтобы добраться до уязвимого места морского ежа, рыба использует две стратегии – подбрасывание и переворачивание с помощью строй воды изо рта.